Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Анны Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Наводнение в мастерской в Рязани затопило подвал коммерческой пристройки к жилому дому. Следуя семейным традициям, рязанский участковый рассказал о главных качествах, необходимых в своей профессии. 205 лет знаменитому художнику. В Рязани открылась выставка репродукции работ Петра Баклевского. Потоп на улице Зубковой собрал целую коммунальную комиссию. Но кто конкретно должен отвечать за прорыв трубы и устранять аварию, решали больше трех дней. Приезд нашей съемочной группы в том числе подтолкнул собравшихся к принятию решения. Помыть руки Алексей Зюзин теперь может прямо не выходя из подвала собственного помещения. Да и в бассейн, говорит, ходить уже точно не надо. Вода здесь повсюду. У нас произошел потоп. Прорвало трубу диаметром 89 миллиметров, которая питает холодной водой девятиэтажку. Зубковой 20, корпус 6. Вызвали аварийку. Аварийка перекрыла воду. Вода перекрывается только так, чтобы в девятиэтажках корпус 4 и 5. Поэтому воды нет ни там, ни тут. По словам Алексея, это уже не первый прорыв трубы и происходят они с периодичностью в полгода. Все свои жалобы и обращения в управляющую компанию собственник называет войной за справедливость. Потому что это личное. Дело в том, что в подвале располагается мастерская подделок из дерева. И потоп повредил большое количество изделий. К моменту приезда нашей съемочной группы холодная вода в трех домах, а труба у них общая, не было уже сутки. Только кипяток. Я говорю, а как быть-то? Потому что воды-то нет. Не только, во-первых, нас затопило всех. А во-вторых, воды нет. В третьем девятиэтажных домах. В одном 108 квартир, в другом примерно столько же. Да и в третьем, это уже мало семейки. Ладно, собрали совещание на два часа представителей двух управляющих компаний, горожанин, жилсервис. Я решил позвонить на телевидение. Позвонил вам на телевидение. Они услышали это, сели по машинам и все разъехались. Сегодня утром, спустя двое суток после потопа, трубы все-таки отремонтировали. Обязательство взял на себя водоканал. Сейчас Алексею Зюзину осталось только убрать воду и привести подвал в порядок. А затем снова писать жалобы и вести свою персональную войну за справедливость. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На улице Есенина, возле дома номер 17, маршрутка сбила 11-летнего мальчика. На видео зафиксировано, что ДТП произошло на пешеходном переходе. Понятно, что 95-й маршрутке пришлось после инцидента высадить пассажиров. По словам водителя, ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по полосе для маршрутных транспортных средств двигалась маршрутка. Водитель, который применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В торговых центрах Рязани со вторника вновь заработали точки общепита. Для посещения заведения необходимо предъявить QR-код, документы о перенесенном заболевании или медотвод от прививки. На работу кафе и ресторанах в торговых центрах распространяется запрет с 11 часов вечера до 6 утра. В это время заведения могут работать только на доставку. Стоит отметить, что до 6 декабря подросткам запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. В то же время статистика пока неутешительна. Стало известно еще о 19 рязанцах, погибших от коронавируса. Данные привел федеральный оперштаб в среду, 17 ноября. Всего с начала пандемии в Рязанской области жертвами коронавируса стали более 1700 человек. За сутки выявлены еще 264 случая заражения. Ежегодно 17 ноября в России отмечается профессиональный праздник – День участковых уполномоченных полиции. Важная дата появилась в далеком 2002-м в целях сохранения преемственности в работе участковых уполномоченных милиции, пропаганды и распространения положительного опыта и сложившихся традиций их деятельности. А также учитывая их существенную роль в реализации задач, выполняемых органами внутренних дел. Валерий Седов провел один день с участковым. Денис Борисович, здравствуй. Я участковый уполномоченный Бычков Дмитрий Сергеевич. Разреши, я пройду. Дмитрий Бычков пришел с проверкой, что называется, по месту жительства. Он старший участковый уполномоченный. В обязанности входит проверять поднадзорных. Денис – один из таких. В места не столь отдаленные он попал за кражу и грабеж. Теперь его регулярно проверяют участковые. Как живет, не злоупотребляет ли алкоголем, не буянит ли где и тому подобное. Я тебя предупреждаю о недопустимости совершения административных правонарушений. Это как к тебе относятся появление в общественных местах в состоянии пьянения, распитие спиртных напитков. Ну и основное – это недопущение совершения преступлений, краж или каких-то иных грабежей или иных насильств, противоправных действий. Потом роспись в документе. Таких поднадзорных, как Денис, в районе у Бычкова немного. Но с теми, кто есть, хлопот хватает, говорит участковый. Округ у Дмитрия небольшой, всего три улицы – Гагарина, Татарская и Ленинского комсомола. Однако нарушений предостаточно. Только за этот год 50 дел о неуплате административных штрафов, 15 преступлений по фиктивной прописке мигрантов. Рассмотрение обращений и заявлений граждан, поскольку это, наверное, значительное время рабочие занимает, вот эта вот отработка материалов. Ну, также основная задача – это выявление административных правонарушений, пресечения и преступлений на административном участке. Вот только 17 ноября задач поменьше. Как-никак, профессиональный праздник. Дмитрий работает в должности всего два года, однако уже добился определенных успехов. Всего за год с небольшим за высокий показатель служебной деятельности по ходатайству руководства его повысили до старшего участкового. Ставил выбор либо участковый, либо дознаватель. Как бы не секрет, у меня отец работает в органе внутренних дел и также, ну, можно сказать, практически всю жизнь поработал участковым. И, наверное, по его примеру, как бы пошел по этим стопам. Таких участковых, как Дмитрий, в Рязани трудится около 130 человек – исполнительных, стрессоустойчивых и юридически подкованных полицейских, как написано в служебной характеристике. Впрочем, простые люди ценят не столько это, сколько обычную человечность. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани открылась выставка репродукции работ русского художника-графика 19 века нашего земляка Петра Баклевского. Мероприятие приурочено к 205-летию со дня его рождения. На открытии выставки побывал Герман Гущин. Наш земляк, известный книжный иллюстратор Петр Баклевский, родился в небольшом селе Елшино, Пронского уезда Рязанской губернии. Со студенческой скамьи Баклевский был противником существующей системы крепостного права. Из-за своих взглядов так и не закончил университет и не получил звания кандидат права. Но борьбу против системы не прекратил, даже больше, воплотил ее в творчестве. И выставка репродукции в Рязанской областной библиотеке яркое тому подтверждение. К 205-летию со дня рождения Петра Михайловича Баклевского, нашего земляка, художника-иллюстратора 19 века, открылась выставка репродукций, электронных копий, подлинных произведений, которые хранятся в разных музеях нашей страны. Ну, прежде всего, это музей Рязанской области, это автопортрет, как копия неизвестного художника, выполненный софтопортретом Баклевского, который находится в Кремле Рязанском. Уже в 50-е годы 19 века сам Петр Михайлович знакомится с блестящими литераторами Москвы и Петербурга. И путь его с тех пор предопределен. Он посвящает жизнь книжной иллюстрации. Настоящую известность Петру Баклевскому принесли наброски к ревизору и мертвым душам Николая Гоголя. А еще именно Баклевский был автором рисунков для скульптурной композиции коней на Анечковом мосту в Санкт-Петербурге. Главные фонды, где хранится произведение Баклевского, это Государственный исторический музей в Москве, Государственный литературный музей и Государственный театральный музей. К сожалению, именно там, в этих трех крупнейших московских музеях, сосредоточено основное подлинное творчество Баклевского. Но поскольку рисунки на бумаге, выполненные акварельными или пастельными красками, очень хрупкие для истории, мы не можем достаточно часто видеть эти произведения. Просто даже дневный свет мешает этому. Поэтому лишь изредка на каких-то больших крупных юбилейных выставках произведения Баклевского покидают стены своих хранилищ и экспонируются для зрителей. В нашем городе было всего две крупных выставки – к 175-летию и к 200-летию в 2016 году. Графическое воплощение галереи гоголевских образов по сей день остается самым узнаваемым из всех возможных попыток изобразить героев гениального писателя. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Зима наступает, а вместе с тем приходит время и смена гардероба. На этой неделе в Рязани в очередной раз представлена выставка «Белорусской обуви». Основной акцент – зимняя коллекция. Белорусская обувь славится тем, что особенно подходит людям, которые придают большое внимание подъему и ширине моделей. Зимняя коллекция «Белорусской обуви» представлена в большом ассортименте мужских и женских моделей. Все размеры обуви, которая подойдет для каждого, рассчитаны на любой подъем и полноту ноги. Выставка-ярмарка проходит в гостиничном комплексе «Лович» регулярно, и многие рязанцы становятся ее постоянными посетителями. Покупаю сегодня уже третью пару. Обувь мне очень нравится. Я не первый раз здесь. Очень удобная, практичная. Нога у них очень хорошо. Почаще приезжайте к нам, посезонно. Поэтому купила на три сезона – осеннюю, зимнюю и летнюю. Нога у них очень удобно. Носки нашла уже третий год. И поэтому вот еще пришла купить называемый «Прозапас», как мы всегда говорим. Для этого прям нет слов. Это такое удобство. Ни в одном магазине так не найдешь. Потому что такая обслуга. Прямо уходить не хочется. Хочется мерить и мерить. Довольна обслуживанием. Я уже здесь третий раз. И осеннюю покупала обувь, и летнюю. Вот сейчас вот купила осеннюю и зимнюю обувь. Очень довольна. Ноги проблемные. Так что обслуживание на высоте. Гости выставки говорят, что приходят сюда из-за хорошего качества обуви и приемлемой цены. Основные покупатели – люди старшего поколения, которым очень важно удобство и практичность моделей. Нравится нам тут все. И обслуживание, и качество хорошее. Не первый раз мы берем уже. Этот раз подобрали мужа мы. Широкая нога у него, чтобы на зиму носочек пододеть вот такой потеплее, шерстяной. И нескользящая подошва. Некоторые называют это «прощай молодость». Но это не так. Это очень хороший, надежный обувь. Некоторые рязанцы впервые посетили выставку. Они были приятно удивлены подходом консультантов к их потребностям. Я решила прийти вот посмотреть, как, чего, что. Может быть, даже подобрать себе чего-то. И вот видите, подобрала. Даже главное дело то, что обслуживать очень хорошо. Мы капризные старые люди. Очень даже капризные. Особенно я. Я капризная. Я выбираю, выбираю то, не то. Услужила, подобрала. Еще раз спасибо. Еще раз спасибо, девочка. За время работы представители ярмарки изучили покупательский спрос. Для выставок они подбирают фирмы и модели обуви, проверенные временем. Обувь очень мягкая, натуральная кожа. Город Витебск, Белоруссия. Подошка не скользящая. Не ломается, не трескается. Тут не кубиками, а цельная подошка. Она цельная. Не пустотелая. Молния хорошая, качественная. Мех натуральный. Для каждой пары обуви существует сертификат качества. Покупателям выдается памятка с рекомендациями по уходу за изделием. Фирма Марка, она себя никогда еще не подводила. И она старается, и до сих пор выпускает качественную обувь. Вот одна из этих моделей. Хотя у нас моделей очень много. Принципы тот самый. Кожа та же самая. Рассчитана на широкую ногу. Потому что у кого шишка на ногах, у кого подъем. Ну и на холодную погоду. Она держит 25-30 градусов. На выставке-ярмарке представлены также мужские и женские куртки различных размеров. Они оптимально подходят для зимней погоды. Одежда комфортна в носке. Куртки сохраняют тепло и позволяют испаряться излишней влаги. Примерить одежду и обувь можно в гостиничном комплексе «Лович» на первом этаже до 21 ноября. С 9 утра до 5 вечера. В следующий раз выставка приедет в наш город в декабре. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова